Конец света может быть очень разным Планету может затопить водой целиком, выжечь ядерными ударами Мир может погибнуть из-за техногенной катастрофы Или оказаться порабощенным пришельцами инопланетянами Но все постапокалиптические сюжеты сводятся к одному Даже если после конца света останутся выжившие То уровень их цивилизации неминуемо откатится назад В лучшем случае на века И при таком раскладе надо сказать, что пара концов света в истории человечества уже случалась Всем привет, меня зовут Егор Зырянов И вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых Об истории и сегодня о том, как для некоторых цивилизаций эта самая история иногда кончается Возьмем Римскую империю Обыватель привык думать, что ее развалили варвары Антиклирикалы кричат о вреде христианства Кто-то об уходе от рабства, а кто-то обвиняет во всем плохих правителей Или все это сразу Но важнее то, что большинство сходится на том, что падение Рима Отбросило западную цивилизацию на столетия назад И после этого начинают подсчитывать века потерянного прогресса Но мало кто вспоминает, что примерно за 2000 лет до того самого 476 года Не одно государство, а сразу все развитые цивилизации Средиземноморья Либо рухнули, либо, ну, получили такой мощный удар, что не могли оправиться от него веками Упадок был даже сильнее, чем наступит после падения Рима Греки, глядя на развалины Микен Бронзового века, приписывали их постройку циклопам Отсюда и понятие циклопическая кладка И как и в случае с Римом, долгое время считалось, что варвары разрушили мир Бронзового века Если конкретней, народы моря И я вам гарантирую, что вы встретите упоминания этих народов моря в каком-нибудь учебнике по истории за пятый класс Даже несмотря на то, что мы о них знаем, ну, примерно ничего Ну, кроме того, что какие-то древние египтяне пару раз их упомянули в текстовых источниках и обвиняли в конце света Но прежде чем погружаться в пучину далекой древности, мне есть что вам сказать по поводу гораздо более актуальных событий 14 февраля отмечается Международный день книгодарения, если вы об этом не знали А вы, скорее всего, об этом не знали, а значит, скорее всего, не были к этому готовы Но сейчас мы это исправим С 10 по 14 февраля в книжном магазине Лабиринт продлится книжная распродажа Где можно зацепить себе книги на, в общем-то, любой вкус Можно, впрочем, зацепить их и в подарок Причем со скидкой до 65% Те, кто нас смотрит давно, знают, что Лабиринт мы нежно любим Потому что там крутой выбор, удобно организованный сайт и целое море всякого функционала Помимо непосредственной продажи книжек Рекомендации, отзывы, обзоры, подборки, ютуб-канал и, конечно же, кэшбэк на некоторые книги Ну а, как вы думали, 2020 год на дворе Даже если вы к этому еще не привыкли Ну и мы не были бы собой, если бы не приготовили для вас промокод Red Room Books Который дарит классные закладочки к покупкам от 1600 рублей В общем, проходите по всем ссылочкам, они есть в описании, в подсказках, читайте книги Ну а мы, тем временем, вернемся к эпохе Бронзы Но прежде чем разбираться с народами моря и варварами Давайте разберемся с тем, что утратило Средиземноморье на века С какими такими достижениями пришлось ему расстаться Ну, вообще говоря, со многими За три столетия до коллапса, в 15 веке до нашей эры В Средиземноморье царили относительный мир, процветание и устойчивые торговые связи В основном между несколькими сверхдержавами, поделившими Восточное Средиземное море Айкумена была весьма глобализирована Дворец в Перунефер, построенный Тутмосом Третьим, украшали минойцы Или, как минимум, те, кто учился у этих минойцев Вообще, минойские фрески археологи находят от Турции до Египта Кстати, спасибо за информацию 20 тысячам глиняных табличек, найденных в городе Мари Этот архив вообще нам очень многое сообщил о Бронзовом веке И, в частности, то, что еще за 500 лет до коллапса Все эти цивилизации были активно связаны между собой Правители разных государств посылали друг другу подарки, людей И все вообще что угодно Например, царь Земрелим отправлял в дар царю Хамураппи пару обуви с Крита Впрочем, тот ее вернул Наверное, все-таки, прежде чем посылать обувь с помощью доставки Крит-экспресс Которая будет вести это через полуизвестного мира Неплохо было бы узнать получателя размера ее ноги Особенно, если получатель Владыка Вавилона Главной державой региона был, конечно, Египет Он не останется на карте мира Впрочем, его пошатает в конце Бронзовой Эпохи так сильно Что технически это уже будет совсем другое государство Мы встречаем кучу изображений времен Хадшипсут и Аминхотепа Третьего Со всякими иностранцами, которые везут или дарят товары Непонятно, то ли это дань, то ли не египтян Даже будьте обычными торговцами На фоне сына Ра было обязательно изображать в виде таких вот Присмыкающихся недочеловеков-траглодидов Anyway, даже если это были не торговцы Мы знаем, что фараоны Египта женились на дочерях других царей И прочная система дипломатических связей таки существовала В гробнице Менхипер-Рассенеба первого пророка Амона Изображены владыка Крита, властелин Хетта В правитель Тунипа и царь Кадета, например Еще если вы помните ролик про Эхнатона у нас Смотрите по ссылке в подсказках То надо сказать, что в Амарнскую эпоху Вообще было достаточно много вещей По которым можно понять, что ревний Египет был стронг Один только город Ахетатон И сроки его строительства весьма впечатляют А ведь помимо дипломатии строительства Была еще целая куча других штук Ну, например, канализация Которая была известна египтянам Еще тысячи за две лет до этих ваших римлян Процветающий же Крит Чью письменность, кстати, до сих пор не могут расшифровать Не смогло разрушить даже землетрясения В 1700-м до н.э. Минойские изделия с Крита находят По всему известному критянам на тот момент миру А Критские дворцы Это буквально мем древнего мира Который доживет аж до поздней античности Воинственное Хетское царство Играло настолько важную роль Что многие исследователи склонны считать Что в основе сюжета про Троянскую войну На самом деле лежит восстание конфедерации Асува Которые хеты давили где-то в 1430-м до н.э. Ну а гомеры и прочие греки Просто спустя века Свалят все в одну кучу И перепутают что только смогут Кстати, от этого названия Асува этимологически происходит слово Азия И да, это не от слова Асы Греция же колыбель культуры Была на периферии мира И вообще отстойной провинции Пока они внезапно Сюрприз-сюрприз Не захватили Крит Один из центров культуры и торговли И только с этого момента Начнется их восхождение Как видите, кипела жизнь Кипело строительство Кипела дипломатия Расцветала культура И эти цивилизации были действительно Довольно сильно развитые И мы об этом узнаем спустя века И даже тысячелетия Из огромного количества документов Которые сохранились У нас есть тысячи глиняных табличек Блин, да я не уверен Что смогу раскопать свой диплом Если меня кто-то попросит Это срочно сделать У нас есть даже Первое документальное свидетельство О торговом эмбарго Объявленном Ассирии В 15 веке до нашей эры Твои купцы не должны бывать в Ассирии И ты не должен допускать В свои владения сирийских купцов Они не вправе странствовать по твоим землям А если они войдут в твои земли Хватай их и отсылай моему величеству Пусть клятва твоя подтвердит это условие Конечно, если рассматривать По отдельности причины падения Всех этих государств и цивилизаций Может показаться, что их много Они разные и вообще Слабо друг с другом связаны Угорит, Эмар и Разбаситна На севере Сирии Например, были уничтожены В ходе нападения Об этом мы знаем из письменных источников А в Гибале, например Мы нашли наконечники стрел В городских стенах Ну, не мы конкретно, а археологи И да, всегда можно предположить Что жители упражнялись Стрельбе из лука во время пожара Но... Почему-то эту версию откинули Другие города, вроде Мегиды Или Лохиша Уничтожились только частично Что странно И несколько раз После первого случая Их снова заселяли И поселения начинали активно торговать Что слабо сходится с идеей Что вокруг нашествие народов моря Который грабит все города и корабли На юге Ханана Мы видим, что ранние поселения Были полностью уничтожены А на их месте возникла Вообще иная материальная культура А в Ишкелоне Мы видим подобное И без признаков истребления Мигранты Смена населения Смена власти Археологи называют Огромное количество Возможных причин Хаттуса Столица хеттов, например Была сожжена, но не разграблена А часть других хетских городов Была просто покинута Без вообще всяких следов насилия И это тоже не сходится С концепцией Всеобщего Всемирного Ужасного нашествия Когда вообще не начинаешь В это вникать Кажется, что народы моря Это как минимум орки Но кажется, это все-таки Были не орки Микены были разрушены Землетрясением И отстроены заново А другие греческие города Сыпались на протяжении Целого века Троя была определенно Захвачена Но непонятно кем По Гомеру Это были микенцы Но сами микенцы В то время были уже сметены Ну, разве что Микены погибли Из-за того, что все мужчины Из Микену Шли осаждать Трою Между речью Тоже был бардак Но там вообще Не было никаких варваров Там был чисто Династический кризис В духе средних веков Или Игры Престолов Царь Элама А цари Элама Традиционно женились На вавилонских принцессах Очень обиделся Что его не пригласили Править Вавилоном И в отместку из обиды Этот самый Вавилон Разграбил И тут интересно Даже не то, что это Скорее средневековая история Чем история из древнего мира А то, что Всегда провинциальный Элам Грабит Всегда, вечно Вообще Центральный Могущественный Вавилон И всем на это наплевать Никто не обращает на это внимания Потому что, видимо Все заняты Какими-то своими делами Судя по всему Народы моря Действительно докатились До Египта Где сначала с ней боролся Фараон Мернептах А потом Рамзес Третий Кстати Очень известный фараон Но, судя по всему Это не было главной проблемой Ну, судя хотя бы Потому, что Того же Рамзеса Третьего Убили в результате заговора И после его смерти Золотая эпоха Нового царства кончится А египетским фараонам Будет настолько тяжело Что им придется делегировать Часть своей власти жречеству И на фоне всего этого бардака Мы видим следы землетрясений Практически во всех городах Того времени Микены, Фивы, Пилос, Караку Троя, Караоглан Хатуса, Угарита Ждот, Акка, Кипр Везде Уф Люблю старые названия Не уверен, что произношу их правильно Но люблю Однако землетрясения Хоть отдельные Хоть целые их каскады Редко бывали Окончательным приговором Цивилизациям В смысле Микены Как мы видим Да и многие другие города От них неплохо Оправлялись Ладно, давайте прибавим К этому еще Изменение климата Потому что глобальное Изменение климата Это то, что Всегда сулит конец Какой-нибудь цивилизации Но не будем о печальном Сначала наступает Похолодание После похолодания Засуха После засухи Неурожай После неурожая Голод И да Какой-нибудь Угорит Например, просил у Египта Зерно Потому что Вообще все Умирают от голода И буквальная цитата Это вопрос жизни И смерти Голод потом Покатится дальше На самый юг К Тиру И хотя это Хорошее объяснение И для бунтов И для разрушенной Инфраструктуры И для покинутых городов Эти места Это все еще Не целиком Все Средиземноморье Да и если говорить О бунтах То в принципе Например в Греции Или в Ливанте С ними Достаточно эффективно Справлялись И бунты Никогда не были Долгосрочной проблемой Так что Самой реалистичной Версией Выглядит коллапс Торговой системы Который случился Вслед за тем Что человек Не смог совладать С природой Пока с климатом Все было окей Зерна было много У Египта Все было хорошо Наступает засуха Нил разливается хуже Зерна становится меньше Если становится меньше Зерна Значит не остается Излишек Если не остается Излишек То нечего продавать Если нечего продавать То в страну Не поступает Медь и бронза А медь и бронза Нужны для снабжения Армии Если нечем Снабжать армию То трудно Становится воевать С окружающими Кочевыми племенами В это же время Например на крите Где вообще зерна Никогда не было Особо много Его вообще Не становится И если раньше Он мог обменять Медь У окрестных Держав на это зерно То теперь всем Вокруг самим Не хватает Да и вообще Торговля начинает Постепенно Сворачиваться И прекращаться Потому что У всех куча проблем Начинаются восстания В городах Из-за голода И отстройка Этих самых городов Из-за землетрясений И самое забавное Что из этой Идиллической Картины мира Даже не нужно Полностью вырезать Народы моря Потому что Они в нее Прекрасно вписываются Правда Скорее как следствие А не как причина Катастрофы Рамзес Третий После того Как их разбил Например Стал набирать Их себе на службу И знаете Куча варваров На службу В древней великой империи Типа Что может Пойти не так Кроме того Многих из этих варваров Двигали в путь И заставляли набегать На более богатых соседей Именно что Климатические изменения Как кстати Было и с позднеримской империей А еще Некоторые из этих Так называемых Варваров И народов моря По факту Оказывались Ну скажем так Более цивилизованными Чем многие могли бы подумать Скажем Народ моря Филистимляне Прибывшие в Палестину Которая собственно Догадаетесь Часть кого названа На поверку Оказались Греками На все сто процентов Это подтверждает И ДНК-анализ И культурный анализ В общем Короче говоря Этим народам моря Даже не нужно было Ничего завоевывать Они пришли на Все готовенькое Целый сон Могущественных государств Все цивилизации Средиземного моря Веками существовавшие И достигшие Немаленьких Культурных и технологических Высот Обрушились Одновременно Будто домино И главной проблемой Оказались Даже не таинственные Варвары Дикари с востока И даже не климатические Изменения При всем их Серьезнейшем влиянии А та Взаимная зависимость Которая существовала Между всеми Цивилизациями Бронзового века По крайней мере Это наиболее реалистичная Версия И это еще один повод Вспомнить Что подход Майя хата с краю Редко оказывается Верным или полезным А чужие проблемы Часто задевают нас Гораздо сильнее Чем мы привыкли думать Спасибо патронам А патронессам Которые выбрали Тему древнего востока В голосовании На патреоне Напоминаю Что там у нас ролики Выходят на сутки раньше И за счет патреона Существует наш канал В любом случае Ставьте лайки Подписывайтесь Если вы еще этого не сделали Жмите в колокольчик Пишите свои комментарии Надеюсь что это видео Было для вас Полезным или интересным И увидимся через неделю Продолжение следует...